Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 октября, выходные, и мы собираем все-все с огорода, последние помидоры, томаты. Я вообще не хотела снимать видео, было некогда, но придя в то место, где я говорила, что монгольский карлик у меня растет вообще без всякого ухода, я не могла не показать вам, насколько же все-таки он неприхотлив. Вот у меня растет груша здесь, видите, тут стоит высокий забор такой, и тут такое место, где ничего не посадишь, ничего не вырастет. И когда я монгольского карлика высаживала, вот там, на солнечном месте, вдоль теплицы, у меня осталось три кустика, и я решила, раз уж они остались, рассада, посажу их в это место, и как раз проверю их неприхотливость, потому что я знаю, что здесь и солнца маловато, и ходить я сюда поливать не хожу, специально поливают дождики. И вот сейчас я тут первые уже оббирала, когда еще было более-менее в начале сентября крупные, а мелочь, которая осталась, я оставила, думаю, ну пусть она все равно не поспеет. И вот сейчас пришла и поразилась, что монгольские карлики, сейчас я вам покажу, те, которые покрупнее, они все-таки поспели, но я хотела сказать не про это. Я вот начала их выбирать, я их как грибы, вот так вот листву, у нас уже опали все деревья, видите, все в листьях, вот это надо все сейчас зачищать, перед тем, как листья собирать, я сейчас хочу карликов вот этих собрать последних на дозаривание, еще посмотрю, как они лежат, дозариваются. Я вот их разгребаю сквозь листвы, сейчас вам показать, и собирая их, не нашла среди зеленых ни одной порченной помидорки, вот видите, он был уже давно под листьями, как гриб, вот разгребла я его. Тут такое место, как брошенное, уголок такой, где ничего действительно не растет. Зеленая помидорка, вот она, она вся целая, она пролежала на земле весь сезон, ну с тех пор, как сформировалась, и также спелые, казалось бы, спелые должны сгнить, или что-то должно быть с ними, нет. Вот, проверила специально все, сейчас вот в лоток буду их складывать, ни одной гнилой помидорки. Но вот это поразительная неприхотливость, потому что здесь вообще никто за ними не смотрел. Но вы видите, это уже такое место заброшенное, что действительно и листвой оно. И вот дальше, если пройти, тут еще один кустик. Так, уже нет ни листьев у помидор, ни ботвы, ничего. А вот эти томаты, которые здесь лежат, ну представьте, средина октября, ни одного гнилого, ни одного больного. У нас даже слизни уже из-за того, что ночью 1-2 градуса, у нас холодно очень, днем-то тепло, а ночью холодно. Даже слизни перестали обгрызать томаты. Я вот первые, когда собирала спелые, я вам показывала, что вот монгольский карлик. Это действительно, я сначала вроде к нему отнеслась, как, ну вроде обычный сорт, как сорт. Но вот, действительно, это чудо-сорт, который поражает своей неприхотливостью. Он у меня здесь рос без полива, без прополок. То, что без прополок, вы видите, тут вот этот хрен у меня вырос, и всякая другая трава, вот травище. Тут было мало солнца, и вообще тут такое место, что я думала, он засохнет и погибнет. Нет, нет, он вырос, и ни одного плода не сгнило. Вот теперь я, потому что он такой хороший, я теперь вот его все листья разгребаю, соберу всех-всех-всех их, чтобы их не оставить, раз они так старались. Все, это коротенькое видео, просто для того, чтобы вы, когда я в следующий раз буду, на следующий год весной говорить, что он у меня до октября лежал на земле, и ни один не сгнил, обязательно найдутся люди, которые подумают, что это просто для красного словца сказано. Нет, действительно, вот середина октября, вот монгольский карлик, который пролежал на земле несколько месяцев, и дожди у нас тоже шли. Все у нас было, как у всех, сейчас и холодно, и все. Монгольские карлики живы-здоровы, и даже ни один не пострадал. Монгольские карлики живы-здоровы, и даже ни один не пострадал.